В Кабардино-Балкарии один за другим сдаются в эксплуатацию социальные объекты. Юрий Коков с инспекционной поездкой побывал в трех селах Чирекского района. С подробностями Беслан Суидимов. В селении Кашкатау ежедневно более 150 детей, около 100 взрослых тренируются на новом футбольном поле с искусственным покрытием. Оно обошлось в 12 миллионов рублей. Часть средств из федерального, часть из республиканского бюджетов. Отметив хорошее качество работы, Юрий Коков обратил внимание на необходимость дооснастить объект соответствующей инфраструктурой. Рядом с тренировочным блоком предложено оборудовать раздевалки, душевые, установить трибуны для болельщиков. Особого внимания требует проблема уличного освещения. Решив ее, по мнению руководителя республики, можно обеспечить проведение тренировок до позднего вечера, тем самым вовлечь в спорт еще большее число подростков. Это только начало. Ничего здесь еще по большому счету нет. Должна быть инфраструктура. Мы-то с вами понимаем, что надо серьезно здесь еще много труда приложить. Следующим объектом посещения главы Кабардино-Балкарии стал фельдшерско-акушерский пункт в селении Зарагирж. До последнего времени врачам и медперсоналу приходилось находиться в приспособленном здании 60-х годов постройки. Между тем, в селении Зарагирж проживают свыше 1600 человек. В новом ФАПе размещены кабинеты педиатра, терапевта, процедурные и стационарные отделения. Местные врачи готовы увеличить нагрузку ежегодного обслуживания до 15 тысяч посещений. В рамках одной из госпрограмм получен и новый санитарный транспорт. Юрия Кокова интересовали вопросы обеспечения устойчивой связи между селом и райцентром. На выходе из амбулатории посетить сельскую библиотеку главу Кабардино-Балкарии пригласила ее заведующая библиотекарь с 50-летним стажем Людмила Базиева. Библиотечный фонд составляет более 23 тысяч единиц хранения, а число читателей превышает 600 человек. Однако условия, в которых находится это учреждение культуры, нельзя признать приемлемыми. Юриям Коковым даны поручения руководству района принять соответствующие меры. Примером успешной реализации майских указов президента страны глава Кабардино-Балкарии назвал завершение строительства детского сада на 140 мест в селении Нижней Жемтала. Объект готов к сдаче. Подрядчики учли все пожелания педагогов и родителей. Новый детский сад Нальмас – это многофункциональное современное здание, где есть все для нормального воспитания и развития детей. На его строительство из федерального и республиканского бюджета выделено свыше 70 миллионов рублей. Раньше жителям Нижней Жемталы приходилось возить своих детей в соседние села и районы. Новый детский сад ситуацию исправит. Более того, здесь готовы принимать малышей из соседних населенных пунктов. У вас специалисты есть в селе? Наверное, есть желающие? То есть проблемы не будет, наверное. Для будущих воспитанников обустроены игровые комнаты, музыкальный зал для проведения праздников. Оборудована прачечная и холодильная комната, имеется мидпункт и процедурный кабинет. На кухне установлены современные холодильные камеры, жарочные шкафы, определены места разделки мяса, работает овощной цех. Юрия Кокова интересовали возможности системы обеспечения безопасности. Сколько камер? 13 по периметру. 13 по периметру. Ну то есть все как положено по нормам, по стандартам у нас выдержано в плане обеспечения безопасности. Серверы предусматривают длительное хранение информации. Установлены датчики автоматического освещения в темное время суток. Прилегающая территория не просто благоустроена. Разбит парк развлечений для детей. Строители отремонтировали памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сдача объекта в эксплуатацию закрывает потребности района в дошкольных местах на 97%. Юрий Коков поблагодарил подрядную организацию общества с ограниченной ответственностью «Восход». Деньги можно потратить по-разному. Здесь это сделано максимально эффективно. Надеюсь, дети будут в порядке, а родители спокойны, сказал Коков. В этот же день премьер-министр республики Али Мусуков посетил фельдшерско-акушерский пункт в Верхней Жентале. Здесь к приему пациентов также все готово. Оборудован дневной стационар, в прививочном кабинете установлено необходимое оборудование. Но главным вопросом села остается местная школа. С 2003 года учебное заведение находится в аварийном состоянии. 28 марта текущего года здесь побывал глава Кабардино-Валкарий Юрий Коков. Тогда правительству республики были даны поручения, не дожидаясь поступления в 2015 году федеральных средств, найти возможность начать строительство новой школы в этом году. Сегодня уже приступили к сносу основного корпуса. Новая школа на 320 учащихся, обещают в районе, откроет свои двери ровно через год. Проект одобрен во всех ответственных ведомствах. Затем председатель правительства посетил мост на реке Жемталинка, соединяющий верхнюю и нижнюю Жемталу. В мае этого года селевыми сходами размыло переправу, и жители на некоторое время оказались отрезанными от основной дороги. Решение о возведении более надежной конструкции было принято на уровне правительства. Срок сдачи объекта – январь 2015. Руководители подрядной организации рассказали, что стройка завершена на 70%. Специальные сваи, способные выдержать удары стихии, установлены на глубину 8 метров. Это, по словам специалистов, обеспечит устойчивость моста. Качество работы оценил Али Мусуков. Премьер попросил строителей завершить столь значимый для села объект в установленный срок. Продолжение следует... Продолжение следует...